Знакомый звук, правда? И так каждый день по инерции. Подъем, душ, соцсети. Как же все-таки правильно провести первый час после пробуждения, чтобы получить заряд бодрости до самого вечера? Ответ на этот вопрос помогла найти тренер Ольга. Место встречи – парк в центре города. Утром физическая активность, она задает ритм и темп на весь день. Это очень важно, поэтому этот час для нас очень важен. Утром метаболизм можно разогнать при помощи физической активности и в течение дня калории можно сжечь гораздо лучше, если утром вы разгоните этот метаболизм. Всем проснувшимся физкульт-привет, а мы начинаем. Каждое утро начинается с легкой зарядки. Как правило, это 2-3 упражнения, которые занимают не больше 50 минут. Они очень легкие, их сможет повторить каждый, даже тот, кто очень далек от спорта, но хочет начать. Первое упражнение – это классический присед, всеми любимый. Поехали! Раз! Итак, с первым упражнением закончили. Переходим ко второму упражнению – это планка. Универсальное упражнение, задействованы все группы мышц, поэтому с утра планку обязательно делаем. А мы переходим к третьему упражнению. Оно энергозатратное, взрывное. Это прыжки-звездочка. Помогает пробудить лимфу. Нам это необходимо. Поехали! Ну, такое упражнение точно разбудит вас утром, потому что сна ни в одном глазу. Любителям спокойного пробуждения коврик для фитнеса не понадобится. Многие привыкли начинать утро с кофе. А как насчет чая? На вопрос, какой же лучше чай пить, ответ – любимый. Любимый чай – это всегда чай, который поднимет вам настроение. Но по статистике чаще всего люди пьют по утрам или зеленые пуэры, или зеленый чай. Все потому, что в них находится большое содержание теина. Теин – это аналог кофеина, который нас бодрит, но более мягко. Он не задерживается в организме и мягко влияет на наше пробуждение с вами. Пробуждающую чайную церемонию для нас устроили прямо в парке. Мастер рассказала и показала многие тонкости этого завораживающего ритуала. В первую очередь с чаем нужно познакомиться. Для этого идеально подходит чайная коробочка или чехе, о которой мы уже говорили ранее. Оно идеально помещается в ладони и, поднеся к лицу, можно согреть чай дыханием, вкусив его аромат. По традиции необходимо прогреть всю нашу посуду. Сейчас чайные листы нагреваются от горячих стенок ясинского чайника и дают уже совершенно новый аромат. Буквально пару секунд, дабы кипяток остыл, и можно заливать. Все правила соблюдены, можно пробовать. По вкусу это напоминает фруктовый компот. Очень вкусно. И чайный мастер мне сказал, что такого напитка хватит примерно на 20 проливов, так что мы здесь надолго. А теперь немного теории. Если верить исследованиям, люди делятся на два хронотипа – совы и жаворонки. Люди-совы просыпаются намного позже восхода солнца и продолжают активно бодрствовать и после заката. Жаворонки же готовы покорять мир с утра, и к полуночи они сладко спят. Есть еще и третий хронотип. Обычные люди называют их терминаторы, ученые же – аритмиками. Их работоспособность не зависит от времени суток. Они одинаково продуктивны и утром, и вечером. Поэтому бодрить себя ранней активной зарядкой или в обед тихо медитировать с чашкой чая – решать вам. Главное – провести этот первый час после пробуждения с пользой. А магию необычного утра ощутили на себе Виктория Шкальная и Олег Байкулов. Ставропольское телевидение.